Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители канала! Сегодня мы с вами разберём вот такие темы. Кто получит распоряжение на выезд в 30 дней? Можно ли обжаловать решение? Что с теми, кто должен был сдать экзамен повторно? Что с теми, кто получил письмо на выезд по ошибке? Кто на сегодня покинул Латвию? Как выглядит процесс выдворения? Могут ли отменить поправки и когда? А также, куда писать вопросы по конкретным случаям? Но пока я хочу вам сказать, что впереди Рождество. Я желаю вам нарядить ёлку, забыть все обиды и обнимать чаще тех, кого вы любите, кто дорог вашему сердцу. Пусть в новом году всё будет хорошо, потому что плохо уже надоело. Поехали! 1 декабря закончился срок, в который Латвию предлагали покинуть граждан России, чей постоянный ВНЖ аннулировали из-за неявки на экзамен по госязыку или неподанных документов на новый статус. Теперь около тысячи человек могут получить распоряжение о выезде в срок до 30 дней. Какой у них статус? Какие есть варианты остаться? Можно ли уехать и вернуться? Кого будут принудительно выдворять? Как? Глава управления Майера Розе ответила на эти вопросы. В сентябре Управление по делам гражданства и миграции разослало около 3500 писем с предложением покинуть Латвию до 30 ноября или найти новое основание для того, чтобы остаться. Примерно 2200 человек из адресатов не сделали ничего. Им на сегодня отключили доступ к социальным услугам. Около 15-600 граждан России запросили статус постоянного жителя ЕС в Латвии. Еще почти 3000 человек запросили временное видножительство без оплаченного государством медобслуживания и соцпособий. Среди последних есть уже те граждане России, которые сдавали и не сдали экзамен. Они должны были до 30 ноября повторно пересдать тест. Если это было сделано успешно, они должны были до Нового года просить статус постоянного жителя ЕС. А если не успешно, просить до конца марта двухгодичный ВНЖ социальными правами постоянного жителя Латвии для подготовки к экзаменам до конца марта. Действие ПЛНП стало очередным шагом по выполнению принятых годом ранее и дважды дописанных поправок к закону об эмиграции, по которым автоматически постоянно видно жительство бывших неграждан Латвии, получивших гражданство России после мая 2003 года, утратил силу. А чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, надо было пройти ряд процедур. В том числе люди от 15 до 75 лет должны предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года. Больше половины заявителей языковой экзамен до конца лета не сдали. Возник и ряд других нюансов, не учтённых первыми поправками. Их внесли в новое. Тем временем сроки выполнения требования закона поджимают. И сейчас мы с вами разберём всё по тем пунктам, которые я вам назвала в самом начале. Хорошо? Значит так, первый пункт. Кто получит распоряжение на выезд в 30 дней? Примерно 2200 человек не выполнили необходимые действия, чтобы продолжить своё пребывание в Латвии. Их данные переданы государственной погранохране, чтобы пограничники проверили, не уехали ли они. Информацию обещают к концу недели. Майра Розе поясняет, что люди могли выезжать через страны Шенгена, например, через Литву или Эстонию, в сторону Петербурга, или на самолёте через другие страны. Это означает, что нам надо дальше работать с такими людьми, говорит Майра Розе. ПЛМП отправил им письма на последнее задекларированное место жительства. В любом случае, перед тем, как вручать строгое распоряжение на выезд в 30 дней, у человека должны спросить его мнение, чтобы он мог объяснить свою ситуацию. Например, он был в больнице, сообщила Роза. Возможно, человек легкомысленно всё пропустил и везде опоздал. Но у него есть основания остаться. Например, живущий в Латвии супруг. Мы можем разрешить ему подать документы на ВНЖ. Но в этом случае будет другая госпошлина. Требование минимальных доходов, как от любого иностранца, а также страхового полиса. Если человек ничего не делал, он сам себе оказал медвежью услугу, пояснила Майра Роза. По её наблюдениям, пенсионеры были самыми осознанными в этом процессе. Они чаще других категорий всё делали ответственно и вовремя. То, что я вам когда-то говорила. Вот вы говорите, ой, бедные пенсионеры, они не знают. А я вам говорила, что пенсионеры в первую очередь побегут. За квартиру ещё никто не платит, а пенсионеры уже заплатили, понимаете? А вот такие там 30, 40, 50 лет. Ай, у меня муж там латыш, у меня дети граждане, мне это ничего не надо и вообще меня не тронут. А сейчас раз и вот так вот. Понимаете, сами себе сделали такашку. Если письмо вернётся, не достигнув адресата, ПЛМП попросит погранслужбу посетить место жительства, проверить, есть ли там человек физически. Вариант выехать на время, а потом обратно въехать, не проходит. Оснований вернуться у такого хитреца не будет. ВНЖ аннулирован, а визу в общем порядке ему не дадут. Дальше. Также у каждого есть право просить пересмотреть решение ПЛМП или продлить срок выезда до года по уважительным причинам. Прошение пишут на имя начальника ПЛМП. По словам Розы, на сегодня она ещё не получила много просьб пересмотреть решение миграционной службы или продлить сроки, но предполагает, что после получения распоряжения таких прошений станет больше. «Есть случаи, что мы меняли решение, когда выясняются дополнительные обстоятельства», – сообщает она. «А если человека моё решение не удовлетворило, он может идти в суд». Роза сообщила о первых пяти заявлениях в суд на решение об отказе в постоянном виде нажительства. Рассмотрений ещё не было. Роза предполагает, что в этих заявлениях может что-то поменяться в связи с новыми поправками к закону об эмиграции, о регулярных доходах и отсутствии в Латвии. Пока суд рассматривает, эти люди могут находиться в Латвии, но они лишены всякой социальной поддержки от государства. Следующий вопрос будем разбирать. Граждане России, которые сдавали и не сдали языковый экзамен летом, должны были до 30 ноября повторно пересдать тест. Если это сделано успешно, они могут до Нового года подавать документы на статус постоянного жителя ЕС. Если этого не сделать, с 1 января они не будут получать социальную поддержку от Латвии. Те, кто снова не сдал тест, могут оформлять документы на двухгодичный ВНЖ с социальными правами постоянного жителя Латвии для подготовки к экзаменам. Сделать это можно до конца марта, но с 1 января у них не будет статуса для получения социальной поддержки от Латвии, сказала Роза. Поэтому она рекомендует подавать документы до конца года. Ребят, поторопитесь, кто не подал документы, срочно! Если сдавал экзамен, но неважно, успешно или нет, лучше подать документы нам на новый статус до конца года, подводит итог Майера Роза. Те же, кто не сдал и не пришёл на осеннюю пересдачу до 30 ноября, а также не принесли никаких оправдательных документов, почему они это не сделали, получат уведомление, что они не выполнили норму закона, и у них тоже не будет оснований дальше находиться в Латвии. Понятно? Следующий вопрос, к которому мы переходим из того, что я перечислила вначале. Что с теми, кто получил письмо на выезд по ошибке? Знаете, там тоже сидят живые люди и делают ошибки, как и мы с вами. А ещё компьютерные ошибки есть. Так вот, послушайте внимательно. Майера Роза не отрицает, что были люди, которым письма о необходимости покинуть Латвию отправили по ошибке. Их число она не вспомнила, сказала, что не очень много. Были те, кто подали заявку на языковой экзамен, но информация об этом дошла до нас позже, после того, как мы отправили письма, призналась Роза. В переходный период образовалась стопочка документов, которые ПЛНП не ввела в базу. Это наша вина, говорит она. Также были такие, кто экзамен сдал, но не получил результатов и потому не мог заявиться на пересдачу. Тем, кто был аннулирован не по вине ПЛНП, тоже всё возобновили. Мы действовали быстро, потому что всем остальным тысячам важно было как можно быстрее знать ситуацию. Но всем, кто необоснованно получил письмо, мы возобновили статус, который им положен. А не просто извинились. Кто на сегодня покинул Латвию? Мара Роза призналась, что точно ничего не может сказать, во всяком случае до окончания проверки погранслужбы. Поэтому варианты в итоге могут быть разные. Это могут быть около тысячи человек, но могут быть пятьсот, а могут быть тысячи пятьсот. Не берёмся что-либо уточнять, говорит чиновница. Тут мы можем только гадать. Также майора Роза сообщила, что у неё нет информации о направлениях, куда отправляются граждане России с аннулированным ВНЖ. Они не должны нам об этом сообщать, сказала она. Возможно, пограничники нам дадут информацию, через какой погранпункт люди покидали Латвию. Но мы такой задачи перед ними не ставили. Срок обжалования на выезд всего семь дней. И тут для продления пребывания до года нужна уважительная причина. Необходимость продать квартиру, организовать, к примеру, продажу мебели и так далее. Есть вариант обратиться в ЕСПЧ с просьбой временного урегулирования, запрета на выдворение, пока Конституционный суд и ЕСПЧ не рассмотрят иски. На сегодня ПЛНП отправила лишь несколько распоряжений на выезд. По словам майоры Розы, это были граждане России, которые сами просили быстрее им дать этот документ. Они хотели пересечь границу, в том числе эстонскую, чтобы у них был надёжный документ. Могут ли выехавшие люди попросить ВНЖ или визу другой европейской страны, а потом по ним въехать в Латвию? Теоретически это возможно, считает Роза. Если это долгосрочная шенгенская виза или ВНЖ, скажем, от Испании, то по ней можно въехать и в Латвию. Но находиться здесь можно не более 90 дней в году. Конечно, если человек выехал, а потом нашёл работу в Латвии, он может сделать рабочую ВНЖ. На сегодня гражданин РФ может получить только синюю карту, как высоко квалифицированный кадр, или как студент, если он отвечает этим требованиям. Или, допустим, в Латвии у него живёт невеста, но не успели расписаться. Тоже есть вариант просить ВНЖ. Только фиктивный брак мы быстро вычислим. Следующий пункт. Как выглядит процесс выдворения? Если распоряжение не обжаловано и человек не покинул страну, после Нового года запустится процедура принудительного выдворения в страну гражданства. Выдворение происходит в соответствии с директивой о возвращении. Также процедура прописана в иммиграционном законе. И опыт по этой части у Латвии достаточный. Всё отработано. По сведениям Майера Розы, только в этом году Латвия уже выдворила 379 человек по разным причинам и разных гражданств. В этом случае с гражданами РФ немного по-другому. Мы пишем письма, но если письмо не дошло, то пограничники могут провести рейд. И если человек на месте, у него сразу попросят объяснений, почему не выехал, и передадут нам эту информацию, точняет Роза. Она рассказала, что были люди, которые умудрились до сих пор не получить информацию о поправках к закону об иммиграции, в том числе не прочли письма от ПЛМП. Например, выбросили их с рекламой. Всё будет проверяться. За 30 дней надо выехать добровольно. Можно просить продления срока. Если человек, например, хочет продать квартиру или что-то ещё схожее. Если это студент или гастарбайтер, причин просить продления у них нет. Надо выезжать, рассказывает она. Если не выехал, пограничники могут выдворить принудительно. В этом году 16 человек таким образом выдворили. Но по евродирективе первично всем даётся возможность выехать добровольно. Правда ли, что социально незащищённых людей по евростандартам выдворить почти невозможно? Например, если речь идёт о семьях с несовершеннолетними детьми, людям с двигательными нарушениями или иной инвалидностью. Каждое государство должно брать ответственность за своих граждан, настаивает Майора Роза. Если какая-то страна выдворяет граждан Латвии, Латвия берёт за них ответственность. Сейчас в процедуру выдворения также вовлечена международная организация по миграции. До Нового года у них нет финансирования, но после они надеются деньги получить и помочь таким людям с выездом, билетами и первой помощью в стране, куда те едут. Следующий вопрос. Могут ли отменить поправки и когда? Первое слушание по поводу десятков исков о поправках к закону об иммиграции в Конституционный суд Латвии начнётся 9 января в 10 утра. После окончания рассмотрения вердикт будет оглашён в течение месяца, то есть в середине февраля. Людям надо жить уже сейчас, и решения принимаются сейчас, поэтому нет смысла тянуть время, считает Майора Роза. Призывает действовать, пока не поздно. В Конституционном суде представлять заявителей взялась Елизавета Кривцова. Свою позицию она основывает на трёх статьях Сатварсма и протокола Европейской конвенции по правам человека. Вопросы по всем нюансам Майора Розы предлагает писать на электронную почту миграционного отдела ПЛНП, которую я вам сейчас пишу. Обещает ответы в течение суток, в крайнем случае недели. А я вам всем уже толдычу ну год точно, да, о том, что надо было идти на экзамен, о том, что нужно подавать документы. Я создала для вас ролики, как создать анкету, как создать CV, как подать всё это, адреса, явки, пароли. Всё вам дала. И в каждом ролике говорю о том, что надо подавать документы. Не ждите решения Конституционного суда. Понимаете? Кто меня слушал, кто делал так же, как делала я, как делал мой муж. Мы помогали другим людям создавать эти документы. Те люди сейчас спят спокойно, потому что или сдали экзамен, подали документы и получили уже постоянный вид на жительство, либо, ну, завалили экзамен, подали на постоянный вид на жительство Латвии на два года. Ну, за два года, я надеюсь, эти ребята, конечно, сдадут экзамен. Я желаю вам сдать обязательно. Подучите. Один раз не сдадите, второй раз подучите, подучите, дорогие мои. Всё вспомните в голове, потому что мы быстренько учили, видите, там, за месяц, два, три, полгода и выучили латышский. А вам целых два года даётся. Если два года, каждый день, понемножку, понемножку, вот каждый день, если вы будете тратить на это 20-30 минут, ну, ребят, точно сдадите, ну, точно сдадите, понимаете? А тех, кто сдал, чтобы не забыть, заходите, опять заходите, смотрите, эти уроки, те же смотрите, ну, это вам тоже много времени не займёт. Но латышский нам в жизни нужен, понимаете? Просто нужен. Смотрите, везде уже от русского-то отказываются. Все документы уже идут на латышском языке. Позвонить куда-то тоже нужно на латышском языке. Я поглядываю, я повторяю. Честно вам скажу. Так что, дорогие мои, те, кто послушал, спасибо вам большое. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и до встречи!